Ни слова не говорил сегодня еще один народный депутат, он представляет депутатскую группу Воля Народа. Александр, вы что можете сказать? Ваши ощущения от 100 дней работы правительства? У нас сегодня правительство, возглавляемое Яценяком Арсением Петровичем, это прежде всего, что он озвучивает. Он на сегодняшний день занимается своей популяризацией. Вы же сами смотрите, как он пришел к власти. Для него раньше была Юлия Тимошенко, идолом, на которую он молился и говорил, вот мы все боремся за нее, за ее освобождение. Как только она вышла из тюрьмы, ему это стало невыгодно. Он через нее переступил, занялся тем, что начал разваливать Батьевщину и сегодня борется за то, чтобы выкинуть партию Батьевщины из коалиции. Что он сегодня, какие у него лозунги? Я борюсь с коррупцией. Как он борется с коррупцией, мы все видим. Сегодня все финансовые потоки, все идут только через Яценюка. Все государственные предприятия работают только под его контролем. Мы только слышим о коррупционных скандалах на таможне, мы только слышим о коррупционных скандалах на логовое, там где все, как говорится, сидят его смотрящие, типа Хоменко и так далее. Мы слышим о коррупционных скандалах на Укрзалезнице. Мы все знаем тоже, кто контролирует эту структуру, откуда наличными деньгами выносят миллионы. Мы слышим о коррупционных скандалах в Укргаздобыче, где сажают директора. И где все эти скандалы? Ничего не происходит, правильно? То есть, я так понимаю, там сверяют кассу. Сажают? Сажают же? Кассу, если все сходится, все это сходит с рук. Поэтому, премьер-министру, надо заниматься сегодня не своей популяризацией, а заниматься действительно коррупцией и экономикой страны. Кто-нибудь может упрекнуть, например, в том, что... А вот вы тут внесли законопроект такой громкий, можно сказать, скандальный. Давайте я вам расскажу. По поводу национализации Приватбанка тоже кто-нибудь скажет. А вы это делаете для того, чтобы вас популяризировать. Я не занимаюсь популяризацией, я хочу привлечь внимание правительства с финансовой ситуацией сегодня в Приватбанке. Что на сегодня представляет Приватбанк? Приватбанк это в первую очередь сегодня самый крупный банк по числу вкладчиков. Около 5 миллионов. Приватбанк сегодня имеет кредиторов порядка 160 миллиардов. За прошлый год Приватбанк получил рефинансирование порядка 20 миллиардов гривен. Это мы говорим, допустим, что мы сегодня поправки бюджета сняли с пенсионеров 3,5 миллиарда. У него один же? Ну какая разница. Сегодня, смотрите, банки ложатся каждую неделю, не получая рефинансирования. А Приватбанк на сегодняшний день является как оружием, которое можно шантажировать правительство. Вот вы представляете, сделают что-нибудь не так собственникам Приватбанка. Например, мы сейчас положим Приватбанк. Возможно? Возможно. На сегодняшний день правительство, которое дает такие деньги, а дают они порядка 2 миллиардов каждый месяц, должны хотя бы как-то контролировать, куда они дают свои деньги. Хотя бы там вести какую-то временную администрацию, или какой-то наблюдательный совет, или контроль от правительства. Потому что сегодня те деньги, которые идут на рефинансирование, большей частью уходят на офшорные компании через подставных лиц. И никто ничего не знает. Приватбанк на что, какие он залоги выставляет на то, чтобы получить рефинансирование? Свою недвижимость и свои активы в Крыму, которые уже ничего не стоят. Правильно? Приватбанк должен был за прошлый год внести в основной капитал порядка 10 миллиардов. Он не внес. И все это сходит. И смотрите, собственники Приватбанка положили компанию Аэросвит, искусственно обанкротивая, все это знают. Ну это давно было, слушайте. Ну какая разница. Сегодняшнее заявление собственников Приватбанка по дивидендам Укрнефти. Сегодня задолженность бюджета Укрнефти составляет порядка 5 миллиардов. То есть они сказали, мы платить не будем, мы не платим ни налоги, ни дивиденды. Хорошо, понятно, Алексей, мне хочется... Я просто хочу сказать, вот сегодня, смотрите, я вот как бизнесмен, да, допустим. Я сегодня не заплатил налоги, да? Вот, допустим, как газодобывающая компания. Ко мне пришла налоговая инспекция, опечатывала мне товар, выставила мне счет, еще насчитала мне 10% штрафных санкций. Сегодня это может? Правительство делает это с Приватбанком? Нет, конечно. И с собственниками. Простите, господа депутаты, просто в режиме блиц, если можно. Вот вы поддерживаете такой законопроект о национализации Приватбанка? Конечно, не поддержу. Почему? Я вообще считаю эту идею достаточно бредовой. Объясню почему. Потому что национализация... Почему, во-первых, Приватбанк? Почему там не какие-то другие банки? Во-первых. Во-вторых, надо четко отследить, что когда-то из рук государства перешло в частные руки, с какими нарушениями, и проводить соответствующую национализацию, забирать в них. Это, кстати, туда бы вопрос ближе к Вилкулу, потому что ряд предприятий, которые приватизировал Ахметов во время преступного режима Януковича, нужно как раз, кстати, может и в парламенте такую комиссию сделать, отслеживать эти все вопросы, давать правовую оценку, и уже в таком случае проводить национализацию. Понятно ваша позиция. Вы что скажете, Михаил? Поддержите, не поддержите? Я хочу сказать, что закон про национализацию, который мы зарегистрировали в том, что я автором еще в минулому сликанье, 45-50, парламент не ухвалил. В этом законе как раз суть описывал тех объектов и государственных властей, которые поделят национализации. В первую очередь это стратегические объекты, которые были незаконно вкрадены и незаконно приватизированы. Мы говорим за это, и, конечно, это не закон про национализацию. Я уважно читал пана Александра законопроект, я вважаю, что это закон, который касается выкуп приватбанков, державой. Адже в этом законе чутко прописано, что властнику компенсируется вартность активных банков. А активных банков сегодня приватбанков порядка 204 миллиарда гривен. Где эти деньги мы возьмем в бюджет, я себе не уявляю. Так само, и, понимаете, плюс, еще 160 миллиардов кредиторов, которым нужно тоже вернуть их кредиты. Это приятка 360 миллиардов гривен, которых в бюджете и нет. То есть это не реально. Вы что скажете? Ну что я могу сказать? Я не знаком с законопроектом, поэтому комментировать, не читая, это было бы, наверное, некорректно. Но то, что я хочу сказать, что люди, ведущие в банковском бизнесе, прекрасно понимают то состояние приватбанков, в котором он находится. Возможно, этим законом господин Коломорский еще и будет рад, что он избавится от приватбанка как актива. А второе, Верховная Рада, недавно, приняла замечательный закон об усилении ответственности директоров и владельцев банка. В том числе собственным имуществом, домами, квартирами. И если там есть какие-то нарушения, я думаю, давайте, вот этот вот закон, он будет действовать. Инструменты существуют уже при этой Верховной Раде. Я на самом деле не очень хорошо отношусь ни к национализации, ни к приватизации, это всегда плохо насчет инвестиционного климата. Но, например, компания Укрнафта. Украинская нефть из украинской скважины качается по украинской трубе, продается на украинских заправках. При этом цена привязывается к курсу, бензин продается там 27, 28, дизельное топливо и так далее. Все, себестоимость украинская, цена в долларах. Сверх дивиденды получает тот же гражданин Коломоский, который является собственником Приватбанка. Почему? Наверное, потому что патриот большой, как сказал мой коллега. Почему бы не национализировать с выплатой денег, с компенсацией? Государственные частные пакеты в Укрнафте. Это очень выгодно. Это украинская монополия. В том числе, если говорить про банки, если деньги выводятся просто через рефинансирование на офшорные компании. Это тоже очень большой вопрос и к прокуратуре, и к милиции, и к СБУ. Спасибо.